Доброе утро, любимый Барнаул. Просыпаемся и машем. Вадим, в рамках лаунж-музыки ты мировая величина, но для большинства зрителей все это приходится объяснять, кто ты и в чем твои заслуги. Так вот, комфортно тебе ли в этой нише или хочется чего-то большего? Объясню сразу. Это приятно, когда твоя музыка более известна, чем ты. Это говорит о том, что значит ты на правильном пути. Но лаунж-музыка все-таки это понятие нишевое. Мне всегда хотелось выйти за рамки и делать более доступную музыку. И сейчас я как раз это и сделал. Я ушел из группы Трайангл Сан и начал сольную карьеру. Моя музыка она более широкая, чем лаунж. Какие там стили? Я думаю, что скорее всего поп-музыка. Поп-инди. Инди-поп-музыка. Сейчас все у нас инди. Так, это какой стиль? Да, это инди. Я бы сказал поп, если говоря. Это поп-музыка. В Барнауле ты выступал нечасто, но концерты с Трайангл сам все-таки давал. Вот как встречала тебе местная публика? Есть ли показатели? Встречали хорошо. Не так много концертов было. Возможно, в два раза. У нас было одно закрытое мероприятие, частное, второе более... Да, корпоратив. А второе было открытое. Но в Барнауле нас, к сожалению, не так много знают. Но тем не менее, что касается корпоратива, то есть спрос есть? Да, конечно. То есть все как... Сыграйте нам. Но это основной доход получается у нас в России, что корпоратив и музыканты это, в общем-то, достаточно такое большое поле деятельности. Но сложно ли было расставаться с Трайангл сам? Не сложно. Это была моя инициатива. Я сам ушел из группы. Ушел из группы ради сольной карьеры. Ну, то есть рос, рос, рос и дорос и понял, что пора? Я понял, что мне пора выходить на новый уровень. И я сделал этот шаг. Я безумно благодарен судьбе. Я счастлив, что... И все получается. Все получается. Здорово. Да бог, да и там бог. Итак, Вадим, сейчас у тебя вот сольная сценическая карьера под именем Айзен Найтингел. Айзен Найтингел. Айзен Найтингел. Легко ли дается сольная карьера? Вы знаете, слава богу, все получается. Я переехал в Лос-Анджелес. Ну, по-прежнему живу то в Лос-Анджелесе, то в Москве. То в Лос-Анджелесе. К сожалению, я слишком люблю Россию, чтобы навсегда уехать из страны. Я живу то в Москве, то в Лос-Анджелесе. Очень много путешествую. Вообще по миру, в принципе, много путешествую. С музыкальной точки зрения, в чем преимущество Лос-Анджелеса по сравнению с той же Москвой? Лос-Анджелес Мека. Там все самые крупные студии. Я последний, свой первый сингл, кстати, It's Not Over, который уже есть в Ютьюбе и в iTunes. Я написал на известной студии «Русск» с человеком, саунд-продюсером Элтона Ахи, который был саунд-продюсером Элтона Джона. На этой студии записывался Фрэнк Синатра, известный король рок-н-ролла Элвис Пресли и многие другие. Практически все записывались на этой студии. Там я записывал этот первый свой сингл, It's Not Over. В каких-то источниках сказано, что ты родился в Барнауле, в каких-то в Москве, так все же где? Проясню сразу. Я родился в Москве, вся моя семья родом отсюда, из Барнаула, из Сибири, но вторая часть моей семьи живет в Москве. Родился я действительно в Москве, но у моей мамы не было московской прописки, она была в гостях у бабушки, у своей тети, поэтому зарегистрирован я в Барнауле. Так что родился в Москве, вырос в Барнауле, но все-таки родина моя Барнаул, потому что здесь я вырос. Я здесь воспитывался, ходил в школу, учился в музыкальном училище, я отсюда. Вот есть ли родственники здесь, друзья, поддерживающие с ними связь? Конечно, конечно. Мои родители живут здесь, моя любимая мама, отец, тети, дяди. К сожалению, не так часто в последнее время, как хотелось бы. Очень много работы, очень много всего происходит, просто физически нет возможности. Но с удовольствием, с огромным удовольствием использую каждую возможность приехать, навестить своих близких. Друзей очень много, музыкантов в том числе. Многие из них, кстати, в Москву уже переехали, там, Степан Мезенцев, наверняка все знают, скрипач, и мы с ним прекрасно дружим, общаемся. Со всеми, во всеми общаемся, слава богу, что есть интернет, и есть такая возможность. А зачем приехал в этот раз? Сейчас, кстати говоря, опять по работе, ну вот, мы снимаем клип на мою новую песню The Field, она тоже уже есть, кстати говоря, в Ютьюбе, и есть уже в iTunes. Снимаем клип в Горном Алтай. Очень интересный сценарий, я думаю, получится очень интересная, хорошая работа, так что скоро ждите. Песня The Field. Пожелаем творческих успехов и приезжай почаще к нам с концертами. С огромным удовольствием. Спасибо, спасибо. Доброго утра. У нас в гостях был Вадим Капустин, он же Isaac Nightingale, Барнаулиц, ставший лицом отечественной лаунж-музыки.